Так, окей, вот, всем добрый вечер, хорошего месяца, хотелось бы сказать хорошего раскаяния, но так нехорошо говорить, хотя и просится на язык, почему каждое дело раскаяния, это дело каждого, и вообще нужно видеть в каждом человеке праведника, а там какие у него проблемы, это он сам пусть разбирается. Нехорошо заранее говорить такого хорошего раскаяния. Очень радует то, что происходит на храмовой горе, поднимается много людей, и есть полная молитва, и полный голос, и с песнями, сегодня пели Алель, это я действительно вижу в этом главную составляющую победу, потому что победа, она происходит на духовном уровне, конечно, она не может, ее невозможно достичь без оружия, без самоотверженности солдат, но решающим моментом победы является идеологическая победа, безусловно. Вот, и мы с вами посвятимся нашим усилиям, с вашего разрешения успеху наших солдат, их благополучию, возвращению пленных, выздоровлению раненых. Мы с вами в Мишлейх, в притчах царя Шламо, и, на мой взгляд, заняты очень важной работой, мы пытаемся прочесть с вами текст. В израильской школе, в начальных классах есть предмет, который называется абоната некра, понимание прочитанного. Ну, конечно, можно легче понять все-таки какой-то художественный текст, художественное произведение, рассказ, чем пророков, и вот Мишлей одна из самых трудных книг, и как бы нам с вами не было трудно, я вас уверяю, что это дело очень важное, когда кто-то, хотя бы один, а мы уже не один, нас несколько пробивает какую-то тему, то, безусловно, это имеет значение для всех других, отражается и прямым, и костным образом на других. С этими словами, с вашего разрешения, я поднимаю текст, и мы с вами постараемся вспомнить то, о чем мы говорили, и продолжить дальше. Мы с вами были в пятой главе, были в шестой главе Мишлей, притча царя Шламо, и мы помним, что здесь основная тема был призыв заниматься своей работой и изо всех сил уходить от работы чужой. И мы с вами разобрали, что, в принципе, нету запрета, могут быть разные обстоятельства в жизни, и человеку приходится зарабатывать, и какую работу он не выполнял, когда он сам себя обеспечивает и поддерживает. Это очень-очень достойно. В трактате Брахот учат из псалма Крумзу Лутливны и Адам, так сказанного царя Давида, и когда становится бесценным человек, как бы так можно перевести. И что говорят в трактате Брахот? Когда человек просит у кого-то, его как бы духовная окраска его меняется. Когда он вынужден просить, его духовная окраска меняется. То есть что-то происходит с самым главным, с человеческим достоинством, с образом человека. И понятно, что это рекомендация, настойчивая рекомендация, и дальше будет объяснено, и мы с вами смотрели, почему это так. И мы с вами видели здесь текст. «Сын мой, если ты поручился за ближнего, то его ударил по рукам чужим, ты попался в сеть через слова уст твоих, ты пойман словами уст твоих». И мы с вами говорили, что, вы знаете, у меня жена светлой памяти, Люба Бат Михаэль, она говорила, что ты должен показать, почему комментарий именно такой. Конечно, она понимала, что это невозможно сделать, это невозможно всё расписать, просто есть задачи, которые уже сверх головы. Но такая задача остаётся всегда как бы доказательство, я бы сказал, доказательство от противного, или знаете, есть такая поговорка, почему это так, почему это не может быть, потому что это не может быть никогда. Вот примерно в таком плане здесь говорится о том, что ты поручился за ближнего, стал поручителем перед чужим человеком, и ты должен от этого освободиться. И все комментарии по комментатору подчеркивают, ты должен от этого освободиться. А почему? А почему в другом месте они скажут, что помогать человеку, дать ему возможность как-то встать на ноги, поручиться за него, это очень хорошо. Это гораздо лучше, чем дать сдаку, потому что человек сам заработает, сам выйдет из тяжёлого положения. Да, этот принцип, что вместо того, чтобы накормить его рыбой, дать ему удочку, очень серьёзный принцип, очень серьёзный принцип в иудаизме, поддержать человеческое достоинство человека, дать ему самому заработать. Так что же здесь плохое? Не может быть ничего другого, кроме как ситуации, которую мы с вами разобрали. Просто от противного приведет любую другую ситуацию, и мы увидим, что она противоречит другим комментариям, другим местам в Торе. А ты попался в том плане, что человек не хочет выполнять свои обязательства, он не хочет работать, и тебе придётся работать за него, исполнять чужую работу. Он готов тебе платить, но ты будешь делать чужую работу. И надо приложить все усилия, чтобы освободиться. И примером, как мы с вами говорили, является Мурамей, который будет работать уже после того, как он запас всё, что ему нужно на зиму, он будет работать. И у него нет ни начальника, ни надсмотрщика, он работает не по принуждению, а потому что таково его свойство характера этого муравья. Так и человек должен быть. Он должен работать не только за зарплату и не столько за зарплату, сколько исполнять работу, которая ему свойственна, которая близка его душе. Да, и дальше есть серьёзная. Если мы не идём по этому пути, то тогда непонятно, доколе ленивец будешь спать, когда встанешь от сна твоего, немного поспать, немного подремать, немного сложа руки полежать, придёт, как путник, бедность твоя и нужда твоя, как муж с оружием. Почему нельзя человеку отдохнуть немножко, почему ему нельзя освободить немножко времени. Речь идёт об ощущении человека. Если ему работа в тягости, он хочет хоть немножко передохнуть, отдохнуть от этой самой работы, то эта работа не его, она его изнашивает. И не столько физически здесь речь идёт, как стирает его душу. Вот это ощущение. Вот я сейчас ещё немножко отдохну, потом я возьму за это дело. Нет, ощущение должно быть, что человек стремится к этой работе, что он хочет её сделать, выполнить, что она его увлекает. И мы знаем, что есть немалое число людей, которые увлечены своей работой. Это может быть и умственный труд, это может быть и физический труд. И не то, что они не отдыхают, но их работа не тяготит, и они не живут с мыслью о перекуре. Вот немножко перехуреть, и потом опять взяться за дело. И перекур этот нужен не для того, чтобы восстановить силы, а просто для того, чтобы отдохнуть от самой этой работы. Если мы не идём по этому пути, то здесь ничего непонятного, как что здесь написано. И вот такое, скажем, доказательство противного. Дальше говорится, человек негодный, человек живый, ходит с извращёнными устами. Что это? Почему это? Причём это здесь был муравей, а теперь человек живый с извращёнными устами. Это человек, который работает только за деньги. Единственной его целью является обогащение. У такого человека не будет того, что называется мусар, а вот да, то, что, может быть, по-русски можно перевести как культура работы. То есть отношение к работе серьёзное. Сделать всё качественно, потому что увидишь в этом собственное достоинство, уважение к самому себе. Да и вообще ты любишь эту работу. А тут человек работает только за деньги. И он обязательно будет с живыми устами. Почему? Потому что ему деньги самые важные. Он здесь немножко не докрутит, здесь немножко не доделает и скажет, что всё в порядке. Бегает глазами своими, говорит ногами своими, даёт знаки пальцами своими. То есть человек хитрый, который как бы своим сообщником подмигивает и толкает ногами под столом для того, чтобы заработать, для того, чтобы обмануть кого-то и заработать. Извращённое в сердце его. Посмотрите, как работа чужая стирает, предупреждает царь Шламо. Но возможно, что это не всех. И точно это не всех. Если человек поставил свою целью работать, он работает. Но что при этом? Он всё равно любит свою работу, даже если это чужая работа. Он любит её как то, что даёт ему средства существования. Он зарабатывает, да, и у него нет вот этой тяги как бы только заработать, заработать, сделать, да, вот получить как можно больше, да. Если это не так, то извращённое в сердце его, да, умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Конечно, сеет раздоры, потому что он хочет у этого отбить заказ, он хочет, чтобы у его конкурента закрылся магазин и так далее. И он не останавливается ни перед чем, потому что изначально в его душе нету честности, нету серьёзного честного отношения к работе. И уже всё как бы поехало, да. Зато внезапно придёт погибель, вдруг будет сокрушён без исцеления, как бывает со всякими нечестными людьми. И понятно, что всякий раз, когда говорится подобные вещи в Торе о наказании злодеев или нечестных людей, это не стопроцентная гарантия, безусловно. Да, это как бы скорее пожелание, да. А если он не будет сокрушён, то всё равно не будь таким. Это понятно как бы само собой, да. Вот секунду, возвращаемся на секунду сюда. И здесь Всевышний говорит, я проверю, я не пропустил ли ничего. Вроде всё мы обсудили, идём сюда. Да, вот Всевышний ненавидит семь качеств у человека, которые вырабатываются, если он вот так вот относится к работе. Ненавидит её, а видит только в ней средства обогащения. Да, одно из них – руки, приливающие кровь невинную. Это совершенно не обязательно убийство, да. Проливать кровь невинную – это обманывать людей честных, да. Вот. Поскольку мы всё это обсуждали, я стараюсь как можно быстрее, да. Вот. И тут мы подходим уже к новым моментам, о которых мы с вами не говорили. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отказывайся от учения матери твоей». Понятно, что это относится не вообще к данному случаю, потому что это как бы как, ну, грубо говоря, как припев. Да, почти каждая тема завершается и этими словами, и она открывает некоторый новый момент. И завершает, открывает новый момент. И понятно, что она относится ко всему, о чём мы говорили. «Сын мой, храни заповедь отца твоего». В чём заповедь? Постарайся как, да, постарайся заниматься в жизни то, что тебе приносит удовлетворение, то, к чему лежит твоё сердце. Потому что в противном случае это как бы стачивает и стачивает твою душу. Это заповедь отца. «Не отказывайся от учения матери твоей, от торы, как бы матери твоей. Мать тебе объяснит». Отец сказал, занимайся тем, что к чему лежит твоя душа, то, что является твоим делом. Мать тебе объяснит, почему это стоит делать. Потому что занятия не своим делом, они оказываются вредными для твоей души. И я ещё раз подчёркиваю, если мы не пойдём с вами по этим путём, то ничего здесь не будет связано. И каждое отдельное предложение можно прокомментировать. Вот не поручайся за другого, потому что за другого не надо поручаться. И так далее. А всё остальное, да, ну, каждое отдельно можно прокомментировать. Связанного рассказа у нас здесь не получится. «Навяжи их навсегда на сердце твоё, обвяжи ими шею твою». То есть пусть эти слова лягут на сердце твоё, то есть пойми их глубоко. И не стесняйся говорить о них другим, потому что это является серьёзным поучением Торы. Когда пойдёшь, Тора будет руководить тобою, когда ляжешь спать, будет охранять тебя. Вот это наставление делает то, что к чему лежит твоё сердце, оно будет серьёзным напутствием в жизни твоей. А когда ляжешь спать, оно будет охранять тебя. То есть ты не будешь корить себя, упрекать себя, что зачем я трачу, как это бывает, когда человек ложится спать. Он как бы даёт себе отчёт за прожитый день. Может быть, не все, не всегда, но это часто бывает. И когда ляжешь спать, будет охранять тебя в том смысле, что ты не будешь чувствовать, что тебе не будет стыдно за бесцельно прожитую жизнь или за бесцельно прожитый день. И когда пробудишься, будет беседовать с тобою. Ты встанешь, и ты будешь обдумывать свой день. Не отмахнёшься от него. Я сейчас проснусь, я помолюсь, я позавтракаю. Потом я подумаю о том, буду строить свои планы, посмотрю, что я сегодня сделаю. Нет, ты встаёшь, и тебя эти мысли о работе, о твоих делах не тяготят. Мы понимаем, что это очень серьёзное наставление, очень серьёзное поучение. Хотя бы для того, чтобы человек чувствовал себя в жизни комфортно. Мы понимаем, что за этим стоит ещё очень много, как бы это свойственно твоей душе. Каждый человек родился для чего-то, и он совершает какую-то работу, которая приносит пользу людям и которая формирует его самого себя. Не то, что труд создал человека, но всё, что делает человек, особенно то, как он это делает, естественно, оставляет отпечаток в его душе. И дальше говорится, ибо заповедь светильник, и Тора свет, а жизненный путь сам по себе наставление морального плана. Нет, я перевёл так морального плана, тух и ход мусал, я не нашёл как бы лучшего перевода. Теперь что мы можем представить себе, если мы с вами коснёмся Талмуда? То он нам, как мы с вами говорили, он нам объяснит, что Тора защищает, изучение Торы защищает человека всегда. Она как свет, который постоянно с ним. То есть человек, кто учит Тору, и он очищает свою душу. И это имеет значение для всей его жизни, уберегает его от ошибок, от неверного восприятия, от неверных реакций. То есть Тора постоянно, кроме того, она как заповедь, как заслуга перед Всевышним, она постоянно является твоей защитой. Тора свет, а заповедь светильник. То есть пока человек исполняет заповедь, Всевышний защищает его. В том числе и от ошибок, неправильных выводов, неправильных поступков, неправильных выводов, пока человек исполняет заповедь. И не только само действие, как говорится в трактатике «Душин» на 39-м листе «Шлухей митцва и нам незеким». Все, кто идут исполнить заповедь, с ними не бывает ничего хорошего. Естественно, что человек не может полагаться на чудо, и он должен думать о том, что он делает. Но от всяких неожиданностей, моментов, которые он не мог продумать, Всевышний защищает его. Он защищает, когда человек идет исполнить заповедь, и когда он возвращается после ее исполнения, и там, и там, как бы и на пути туда, и на пути обратно, он удостаивается защиты от всего непредвиденного, неожиданного. То, что он не мог учесть, Всевышний его защищает от всего. То, что можно предвидеть и увидеть, человек должен защитить себя сам и не полагаться на чудо. И вот, значит, восстанавливая порядок, написано, заповедь светильник защищает, пока человек исполняет ее, а то рассвет всегда является его заслугой. Но это то, что называется драж, это то, что мудрецам было важно сказать и показать вообще во всех обстоятельствах, жизненных обстоятельствах. И не то, чтобы это было неверно, упаси Бог, понятно, что это верно. Но как это сюда, в текст, ложится этот комментарий? Никак не ложится. Никак он, потому что, скажем, комментарий, который позволяет прочесть текст, он несколько другой. Понятно, что в тексте должно быть все связано. И только что шла речь о том, что «сын мой, храни заповедь отца твоего». И мы понимаем, какую заповедь, не занимайся чужой работой. И то, что касается конкретно текста, конкретное значение, не расширение его совершенно правильное и верное, а то, что касается конкретно текста, «Ибо заповедь светильник – это заповедь отца». И заповедь, о которой он здесь подробно говорил. Пусть твоим ориентиром в жизни всегда будет, ищи ту работу, то занятие, которое близко твоей душе. И даже когда ты нашел работу, или даже когда ты занимаешься чем-то, еще остается широкая область для выбора, всегда постарайся выбрать то, что ты ощущаешь, то, что тебе интересно, то, что тебя тянет, то, что не будешь искать каждый раз перекура, чтобы отдохнуть от самой этой работы. Не то, чтобы восстановить силы, а просто отдохнуть, отключиться от этой работы. Постарайся, чтобы это не было так. Это заповедь отца твоего. И она светильник в том плане, что это правило поможет тебе ориентироваться в жизни. А Тора – свет, Тора – матери. Это объяснение, которое стоит за этим правилом, что если заниматься чужой работой, то это как бы глобально нехорошо с точки зрения… Ну, нехорошо бывают вынужденные обстоятельства, мы постоянно об этом говорим, но глобально как бы нужно искать то, ради чего ты создан, потому что всякое творение бывает счастливо, когда оно исполняет свое предназначение. И, может быть, не в работе твое предназначение, но какая-то часть твоего предназначения есть в том, что к чему лежит твоя душа, тянется твоя душа. Ты нашел свое предназначение, ты нашел свою работу, это уже хорошо и замечательно, и это Тора – матери. Она для тебя свет, заповедь, светильник, ориентир, а Тора постоянно, вот это объяснение, оно постоянно тебя будет направлять, и ты с пониманием будешь искать свое занятие в жизни, свое место в жизни, свое общение в жизни, да, вот людей, с которыми ты общаешься, то, то есть если мы расширяем и выходим за пределы работы конкретно, и понятно, что это можно сделать, да, то есть вот твоя склонность, твоя наклонность, то, к чему лежит твоя душа, да, это ориентир, ориентир в жизни, указание, указание пути. Светильник – это здесь поближе, да, в том плане, как мы говорим, вот, вот, а Тора – это свет на, да, скажем, на составление далеких планов, на будущее, да, вот, и вот такой вот важный урок хотел дать царь Шламо, человек мудрый, который не будет говорить о том, что ты берегись, чтобы ни за кого не поручиться, да, это же не Мишлей, это ли Авдиль, это не бриллиантовая рука, не фильм «Бриллиантовая рука», где там говорит Папанов, человеку можно доверять только в самом крайнем случае, да, если мы читаем это вот напрямую, да, поручился, ой, теперь постарайся уйти от этого поручения, это бриллиантовая рука, да, вот, и это нехорошо, некрасиво по отношению к царю Шламо, это просто лошонара на него, да, на великого праведника и великого мудреца, вот, скажем, да, и мне кажется, что это очень важно, да, можно это исполнить, нельзя это исполнить, это надо иметь, это надо иметь в виду, это сама по себе мудрость, это само по себе понимание того, что у каждого есть определенные свойства души, что каждому человеку нужен свой особый подход, а к себе самому уж точно нужен особый подход, и нужен он потому, что кроме тебя самого твою душу, твои склонности, да, никто, никто не, никто не знает, да, вот, и недаром царь Давид говорит, хенух наар, ханух наар лифи дарко, обучай юношу так, как его дорога, в соответствии с его дорогой, а какая в соответствии с его дорогой дорога, это то, к чему он расположен сам, к чему он стремится сам, да, и это очень, очень непросто, обычное желание – это подавлять человека, это дать ему то, что ты считаешь нужным, то, что привычно и любимо тебе самим, те занятия, те, даже те привычки, которые ты считаешь положительными, передать ему, а нужно не так, нужно, ну, конечно, нужно передать ему то, что у тебя есть, ценное, да, но постоянно нужно присматриваться к тому, это его дорога или не его дорога, это характерно для него тоже, как для тебя или нет, да, и если это для него не характерно, не Давид, да, потому что каждого есть свой путь, свой путь к жизни, да, вот мне кажется, что царь Шламов хотел, чтобы мы об этом подумали, да, вот, и даже не делая практические выводы, имели в виду, что у каждого человека есть своя, есть своя склонность, да, вот, а в Талмуде говорится, да, и то же самое и в изучении Торы, не учит человек, то есть не следует учить человеку, да, в другом месте, в каком-то другом месте, только в том месте, куда расположено его сердце, да, и опять же, это не абсолютное правило, безусловно, для того, чтобы учить Тору, нужно очень много знать, и нужно проделать очень много технической работы, да, но нужно учитывать, нужно учитывать, что у каждого человека есть душа, у нее есть свои устремления, у нее есть свои интересы, и то же самое можно сказать о, сказать о Торе, у каждого есть свой путь в Торе, и в конечном итоге, да, вот, скажем, вся работа, изучение, да, это, и это, и это, и вот многие технические вещи, да, это только подготовка к настоящему изучению Торы, да, вот там, вот, Раф Хутнер говорит, что заповедь исполняется, заповедь изучения Торы, все остальное – подготовка, а заповедь изучения Торы исполняется в тот момент, когда человек что-то открывает для себя новое и ощущает радость, ощущает радость, да, вот, и, да, и вот здесь еще и в плане изучения Торы, особенно начнем, начнем с этого, да, Раф Хутнер говорит и, может быть, даже в какой-то степени предупреждает, что, вот, представим себе двух людей, один учил всю жизнь Тору, да, а у другого как-то не получалось, не складывалось, может быть, он и сам в какой-то степени был виноват, да, но он очень хотел учить Тору, да, и завидовал людям, которые, завидовал по-хорошему людям, которые больше него, больше него знают, да, и вот эти люди подходят вместе, как бы, параллельно две жизни, такие линии в рассказе, они подходят к какой-то точке в жизни, и вот один, тот, кто все время учил Тору, он говорит, зачем я это делал, да, он, может, даже не говорил, не говорит, но у него это чувство созревает, четкое чувство созревает, да, зачем я это делал, да, лучше бы я занялся чем-то практическим, лучше бы я обеспечил свою семью гораздо лучше, чем я это сделал, позаботился бы о них, лучше бы я работал на какой-то работе, хорошо оплачиваемой, чем я, как бы сидел всю жизнь и долбил Тору, да, и тут нужно, и Раф Худнер говорит, вот о чем тут нужно учитывать, что есть раскаяние раскаяние в хорошую сторону, и оно, как бы, да, оно, по крайней мере, в каком-то смысле, на духовном уровне хотя бы, оно уничтожает последствия плохих дел, да, человек раскаивается, и эта цепочка, о которой говорится, что преступление тянет за собой, преступление, оно разрывается, он раскаился, и у него больше его ошибки в жизни, они не тянут за собой новые ошибки, он продумал, он раскаялся, да, и он начал заново, это раскаяние в хорошую сторону, а бывает, как бы, раскаяние, если так можно сказать, в плохую сторону, когда человек раскаивается в хороших делах, мы это в корне, это мы учим из книги Ихискеля, он уничтожает свои хорошие дела, правила, заповедь, влечет за собой, заповедь, перестает действовать для него, все хорошее, что он сделал, перестает быть для него, вот таким запасом, базой, положительным для того, что он на будущее, да, вот этот путь, который он проделал в жизни, и как бы задел на будущее, вдруг оказывается, что это не задел на будущее, он пожалел о том, что он делал, все пропало, он все перечеркнул в прошлом, вот об этом Равхутнер говорит, кто более как бы праведен, если так можно сказать, тот, кто всю жизнь учил Тору, и потом пожалел об этом, или человек, который, да, даже по своей вине, что-то не выучил, не доучил, не посвятил достаточно времени, но, но он сожалеет о том, что он не учил Тору, да, что у него не сложилось, и даже отчасти по своей вине, он сожалеет, да, кто из них более велик, он говорит, конечно, тот, кто сожалеет о том, что он не учил Тору, этот делал, 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 и все ему, теперь ему это все не подходит, все перечеркнул, а этот, по крайней мере, на, в его душе живет привязанность, привязанность к Торе, да, поэтому, и Талмуд говорит, что человеку следует учить только в том месте, где его сердце лежит, да, потому что иногда человек учит по обязанности вот это, и это, и это, вот это надо выучить, и на этот урок надо сходить, вот здесь все тут учат Дафьюми, это не дневной лист Талмуда, это все нужно, и я не говорю, что не нужно, но должно быть у человека что-то, да, что вот это что, все, что он выучил, да, вдруг это светится в каком-то месте, помогает ему понять и радует в том месте, которое он сам выбрал, которое он выучит, это может быть пророки, это может быть гемара, совершенно неважно, да, то есть мы видим, что здесь, в этом посылке, в этой посылке, шестой главы заложена какая-то бесконечность, о ней можно говорить бесконечно, да, и если подытожить, да, то можно сказать, так, постарайся всегда быть самим собой во всех делах, постарайся быть самим собой в работе, то есть сделать то, что свойственно, то, что характерно для тебя, постарайся в изучении Торы быть самим собой и делать то, и учить то, что тебе интересно, потому что потом, упаси Бог, не пожалеть о том, что я зубрил, зубрил, а что я в конечном итоге от этого получил, такой упрек самому себе, частично правильный, не надо было все время зубрить, а надо было видеть эту зубрежку как подготовку к какой-то теме, которую ты вот хочешь разработать, и она даст тебе радость. И вот царь Шламо, начав с такого примера, казалось бы, примитивного, поручился за ближнего, он подводит нас к этой глубокой мысли и говорит, что вот эта заповедь делает то, что характерно для тебя в жизни, она должна быть для тебя светильником, который прокладывает тебе путь, и должна быть для тебя Торы, который тебе даёт свет и освещает на будущее. Здесь интересный пример, на мой взгляд, что мудрецы, так сказать, используют пророческий текст, ну, если не вдаваться в подробности, это же пророческий текст, Мишлей, не определяя, куда он относится к писанию, глобально, пророческий текст, они используют пророческий текст для того, чтобы дать какое-то наставление очень важное, очень нужное, но это наставление, оно оторвано от самого текста, оно не помогает прочесть текст, скажем, теперь последний, последний момент, который здесь есть, это наставление, что Тора – свет, а жизненный путь наставление морального плана, что, ну, и мы понимаем, о чём идёт речь, да, вот, ты постарайся выбрать, постарайся представить себе будущее, и вообще целиком представить как-то жизнь, да, но ты не всегда, несмотря на всё, несмотря на всё, на все твои усилия, на всю чистоту твоей души, ты не гарантирован от того, что у тебя будут какие-то ошибки, что ты повернёшь в этом плане, повернёшь не туда, вот, пусть сам жизненный путь для тебя будет наставлением, анализируй то, что ты, то, что ты сделал, то, что ты прошёл, посмотри на этот жизненный путь, вот тогда наставление, заповедь отца, Тора, матери, объяснение, почему и как это, да, и твои, сами твои дела, они будут для тебя, будут для тебя ориентированы, да, вот, и я привёл тут пример избраход, но мне кажется, что мы можем обойтись без него, очень хочется продвинуться, да, чтобы остерегать тебя от женщины злой, от льстивого языка чужой, да, опять женщина чужая, опять, вот, она везде подкарауливает, но мы уже с вами знаем, что каждый раз она другая, это другая проблема, да, вот, была проблема этого поклонства, была проблема, проблема женщины, которая приходит, это не идол поклонства, это то, где приходят к тебе и хотят повернуть Тору так, как им нравится, да, а вот теперь женщина злая, и у него льстивый язык, да, что это за женщина злая, да, если ты, если ты не выработаешь в жизни такое правило, если ты не найдешь в жизни то, что тебя, то, чему тебя тянет, и то, что является свойством души, да, тебя будет тянуть к праздности, да, есть много людей, да, состоятельных людей, которые работают, как муравей, да, им уже не нужно то, что они уже заработали, да, иногда свои миллионы, и они продолжают работать. Почему? Потому что им это интересно, потому что это их свойство души, да, если это, если работа, вообще твое занятие в жизни, в том числе и в Торе, не станет ни близко к твоей душе, да, то берегись женщины чужой, кто это женщина чужая, это праздность, да, это отсутствие занятий, это, так сказать, сидение, как царь Давид говорит, в кругу насмешников, насмешники для него это те, кто ничем не занимаются, они, да, и уже в этом есть насмешка над наторой, над тем, что у нас есть, над тем, что Всевышний дон, не занимаются этим, они, вот, ничего такого плохого не делают, ведут праздный образ жизни, вот, и берегись этой женщины, чужой, потому, потому что если ты не найдешь себя в жизни, то есть своего занятия, ты не почувствуешь свое предназначение в жизни, можешь, можешь прийти к праздности, не обязательно, но есть такая опасность, берегись, да, берегись этой женщины, не пожелай красоты ее в сердце твоем, да, вот, как люди красиво, красиво живут, да, вот, какая у них красивая, красивая жизнь, да, вот, есть такое чувство, ощущение, да, вот, праздной, обеспеченной жизни, да, вот, поехали туда, поехали сюда, купили это, купили то, да, посидели там, посидели тут, не пожелай красоты ее, не пожелай такой жизни в сердце твоем, и да не увлечет она тебя веками под маргиваниями своим, да, всегда манит, манит, заманчиво, да, то, что, то, что тебя может уберечь от этого, это любовь к своему делу, да, потому что из-за жены блудный, нищают до буханки, до буханки хлеба, да, как бы человек как бы старается купить, купить развратную женщину, может быть, не совсем развратную женщину, женщину легкого поведения, не знаю, ну, тут как бы понятно, да, и он, он педнеет, да, он педнеет, и по, вот, но опять же, да, не будем пренебрегать мудростью царя Шламо, и, и, вот, это каждый может понять, это каждый может понять, будешь, будешь тянуться за развратными женщинами, там, там потратил, там покутил, это, и все, и, конечно, можешь обеднеть и дойти до того, что, вот, ты будешь есть, будешь есть кусок хлеба безо всего, да, как на известной картине завтрак аристократа, да, вот, да, потому что из-за жены блудный не чаю до буханки хлеба, это все понятно, для этого не надо быть царем Шламо, а он нам говорит, да, будешь, потянет тебя праздный образ жизни, это может привести тебя к обнищанию, потому что будешь тратить деньги, не будешь зарабатывать, да, вот, и как-то вообще, само собой, когда человек ведет праздные жизни, то его состояние распыляется и уходит, да, а мужняя жена душу дорогую улавливает, а если это еще женщина является мужней женой, то есть тебя куда-то, скажем, заносит в область, которая тебе не принадлежит, а принадлежит другому, да, что очень часто бывает, когда человек не знает границ в своем влечении праздном, да, в своем влечении к праздной жизни, да, он попадает в область, как бы, принадлежащую другим, да, вот, и это душу дорогую улавливает, то, что царя Шламой интересует, это даже не то, что человек останется без состояния, что в самом себе важно, а то, что он как бы изнашивает свою душу, когда он занят не своим делом, или когда он ведет праздный образ жизни, может ли кто положить себе огонь за пазуху, чтобы не сжить своих одежд, да, что это такое, да, вот, что это такое, да, положить огонь, положить огонь за пазуху, да, мы понимаем, что, как бы, да, постоянно как бы сжигает свою душу, сжигает то главное, что в ней есть, сжигает своей праздностью и чужой работой, да, вот, и не сжечь своих одежд, да, мы понимаем, что этот образ, он может относиться только к духовному миру, да, когда горит душа, не может быть, чтобы и во внешнем мире, чтобы это не отразилось, горит в плохом смысле, да, вот, да, горит, душа пылает, как бы, чужим огнем, да, не может быть, чтобы это не отразилось в жизни, в поведении человека, в его характере, в его отношениях с людям, с людьми, не может быть, чтобы он был занят чужим телом или праздностью, и чтобы это не нашло отражения во внешнем мире, да, и мы понимаем здесь чужой огонь горит внутри, вот, а одежды, одежда обгорают, чужой огонь это внутренняя, одежда, как мы понимаем, это и дела человека, и его настроение, намерение, его отношение с людьми, то есть внешнее проявление души, так сказать, это тоже все обгорает, да, может ли кто ходить по горящим углям, не обжегши ног своих, да, здесь ты попадаешь на горящий уголь, на чужой огонь, да, то обязательно обожешь свои ноги и не сможешь толком дальше идти, передвигаться по жизни, так и тот, кто входит в жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без наказания, да, вот, не призрают вора, если он крадет, чтобы насытить себя, когда он голоден, то есть то, о чем мы говорили, что если человек, скажем, в нашем контексте, когда человек занят другой, не своей работой, не свойственной для него, то это не вызывает осуждения, если он это делает для того, чтобы себя обеспечить, да, обеспечить свою жизнь, обеспечить самое необходимое, а не для того, чтобы разбогатеть и, скажем, да, разбогатеть и достичь, увеличить свое состояние, да, если его цель, он занимается чужой работой, его цель только разбогатеть его ищу состояние, то он не похож на того, кто борует, когда он голоден, но, будучи пойман, заплатит всемира, отдаст свое имущество дома своего, да, вот, и интересно, да, что, как бы, бор, несмотря на то, что он, ну, понятно, человек там, да, вот, был голоден, поэтому украл, да, но все равно, если он попадется, он все заплатит, да, здесь сказано, всемира, надо заплатить, заплатить не только стоимость, но и штраф, и это, это то, что, как бы, с другой стороны, то, что мы видели, качество души изнашивается, вот, с другой стороны, вот, в таком, такие, через такой образ дает царь шламу это понятие, кто же прелюбодействует женою, тот лишен ума, тот губит душу свою, кто делает это, да, и понятно еще раз, что если это просто чужая жена, то тут, как бы, не о чем, не о чем говорить, да, это не, не тема для обсуждения, это должно быть понятно, само собой, да, речь идет о праздном образе, о праздном образе жизни, да, праздном образе жизни, теперь, так, вот у меня здесь прискочило, да, вот, потому что, потому что, потому, из-за ченой, секунду, 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 не презирает ворог, тоже прелюбодействует, женою, тот лишен ума, побои и позор найдет он, и без чести его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день омущения, да, скажем, да, предупреждение, что Всевышний не простит, когда человек хочет быть не самим собой, или просто не хочет быть собой, вот, не будет считаться ни с каким выкупом, и не склониться на милость, сколько бы ты ни умножал даров. Здесь очень интересно, очень интересно отметить, в трактате сута на втором листе раб говорит о том, что за сорок дней, как образуется, образуется, формируется плод в чреве матери, звучит голос с небес, который говорит, что дом такого-то, он, дом такому-то, он принадлежит такому-то, то есть, вот, зарождающемуся ребенку, еще даже его тело не сформировалось в чреве матери, уже говорится, что дом такой-то, поле такое-то, такому-то, да, и жена такая-то, такому-то, да, интересно, что в нашем случае мы можем сразу подчеркнуть, что дом хорошо, дом, да, есть поле, поле это, поле это работа, это его занятие, занятие человека, это все предопределено, предопределено Всевышним, да, безусловно, что всегда остается свобода выбора, да, но в принципе Всевышний, да, предопределяет для человека в каком плане, да, в каком плане, в плане, чтобы, в плане, то, что для него характерно, то, что для него хорошо, да, дом, вот ему этот дом, он ему больше всего подходит, этот дом Всевышний же не делает зла человеку в тех условиях, в которых он попадает, рождается, вот этот дом больше всего ему подходит, да, он может себе потом приобрести другой дом, есть свобода выбора, да, и может это сделать, может как-то что-то улучшить, хорошо, да, но в принципе вот этот дом для него более всего подходит, и поле это для него больше всего подходит, и вот эта жена, женщина для него больше всего подходит, да, то есть мы все время думаем о том, чтобы это есть детерминист, предопределенность, как Раф об этом сказал, ответ никогда не бывает 100%. А второе, на то, что мы не обращаем внимания, что есть эта определенность в том смысле, что Всевышний готовит человеку самое лучшее, то, что свойственно для него. Ну, вот, может быть, здесь мы остановимся с вами, да, и я готов пытаться ответить на ваши вопросы. Я останавливаю шер, вижу все ваши квадратики, пожалуйста, я к вашим услугам что могу, естественно. Окей. Хорошо. Если нет вопросов, то я буду... Позвольте мне думать, да, я иногда думаю, что мне ничего не удалось объяснить, но позвольте мне думать, что я все так хорошо объяснил, что не осталось никаких вопросов. Не, ну, правда, Рабдиев, очень хорошо, да, действительно гладко все декло. Дело не в том, что гладко, понимаете, надо это прочитать. Это наше, да, и надо это, надо это прочитать. Потом, какие практические выводы, что, что можно понять по-другому, несколько или вообще, в принципе, да, пожалуйста, что угодно, но надо же прочитать. Вот мы пытаемся с вами связать текст, я надеюсь, что это у нас, надеюсь очень, что это у нас с вами получается, хотя бы в значительной части. Спасибо. Ладно. Спасибо, Рабдиев. Всем хорошего месяца, успехов, дай Бог, чтобы Бог всех хранил и дал всем успех, благополучие, и чтобы каждый в этой жизни нашел себя. Как мы с вами говорили. Всего самого доброго. Спасибо большое. Спасибо вам. Сорота у вас. Сорота у вас. До свидания.